Единый день голосования стартовал сегодня во всех школах краевой столицы, в том числе и в лицее номер 4. Там ученики выбирали лидеров школьного самоуправления. Только в Краснодаре этот пост должны занять более 100 юношей и девушек. А как проходит первый взрослый выбор у юных краснодарцев, расскажет Николай Новиков. Милена и Александра уже прошли предвыборную гонку и представили программы своим избирателям. Для проведения агитации за свою кандидатуру юным политикам выделили две недели. Президенты школы сбираются сроком на один год. В течение этого времени они будут курировать работу школьного самоуправления, участвовать в собраниях наравне с учителями и родителями. Для меня это очень важно, потому что я очень хочу работать, мне есть что предложить. Моя команда хочет также, чтобы мы выиграли. Школьные выборы похожи на те, которые проходят в законодательные и представительные органы власти. Кандидат путем самовыдвижения заявляет о желании баллотироваться на пост лидера. Затем он собирает подписи в свою поддержку. Претендовать на пост президента школы могут ученики 9-11 классов, а выбирают лидеров учащиеся 5-х классов и старше. Я собрала свою команду еще достаточно давно. И мы обсуждали и думали, что да как будем делать. У нас есть идеи, у нас очень люди интересные, которые могут придумать то, чего еще никто не видел. Условия подготовки к выборам были максимально приближены к реальным. Учащимся и педагогам лицея номер 4 предстоит нелегкий выбор. Ведь все кандидаты на пост президента имеют практически равные шансы на победу. Это очень достойные ребята, это, можно сказать, это лидеры. И поэтому, конечно, я очень надеюсь, что победит сильнейший, победит достойнейший. Но все три кандидата, они будут работать в управлении школой обязательно. И что меня очень радует в этом году, каждый из кандидатов в президенты имеет очень хорошую сплоченную команду. Ожидается, что в этом году во всем крае свои кандидатуры на пост президента выдвинут около 2000 старшеклассников. А проголосовать придут около 300 тысяч воспитанников учебных заведений. Напомним, что на Кубани выборы лидеров школ проводятся с 2009 года. Николай Новиков, Андрей Токмаков и Юлия Дейнега. Телекомпания «Краснодар».